Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Солл Сторма. Вашему вниманию предлагаю бой в режиме, кажется, сам за себя, за Космодесант. Спонсором данной серии у нас является Эндрю Панин. Поехали! Сейчас найдем, тут среди миллиарда реплеев нужны нам идущие по порядку, и это Морталис у нас. Мой ник Долби, против меня были. Брейняк за гвардию. Осип за Космодесант. Зззззззззззззззззахаус. Сикитаму За Некронов И Серго за Гвардию Ну в общем Традиционные расы для Фашки это Космари, Гвардейцы Некроны Ну и Хаус тут затесался совершенно зря Конечно Как я говорил Хаус это Гомно для Фа и для Т4 Смотрим Сказы recording For duty Продолжение следует... 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 Осип. На Т2-то вышел. Кстати, играет по-прежнему на пяти генераторах. Шестой так и не поставил. Точка не прокачана на входе. Ну, может, это была замануха типа, что он нуб без экономики играет. И вот видите, даже точку не качал, меня не трогать. Но играет без войск. У него, в общем-то, разведы, командор, течь. Довольно быстрой ДТ-3. Я ставлю вторую главку. Очень опасная тактика, но сбоку был не крон, я видел. И если он не пошел в атаку сразу, соответственно, он будет течиться уже до монолита. Ну, если он не пошел на Т1-2 давить. Я был уверен, что сделаю ленд быстрее, чем он свой моник поднимет. Ну, или примерно одновременно с терминаторами. Ну, вот он начинает потихоньку прокачивать воинов. Сделает духа, чтобы вязать и пытается Хаус помешать забрать центр. По-прежнему идет перестрелка. Зажал Бройняка Серго. И у Бройняка проблема. Он надел толпу пехоты, которая оказывается совершенно бесполезна, потому что тут есть уже и Василиска, разбрасывающий тяжелое вооружение. И сейчас он может так решиться еще одной точки. С другой стороны, Касмар течится усиленно. К4 пока не идет. Потому что нету ресурсов-то. Загнался Некрон. Но у Хаусу все под контролем. Несмотря на его течь, он так и не вышел еще до облитераторов, до Т3. И Некрон разворачивается на Серго внезапно. Серго, который уже практически тут обладел половиной Бройняка. И получает контратаку от Некрона. Видите, он пошел на одного чувака, его атакует другой, о чем я и говорил. Фа, такой бывает сплошь и рядом. Если ты неправильно выбрал противника, если ты сразу на него полез, я мог с другой стороны проатковать в этот момент. А ты совершенно и не готов к Некрону. То есть он готовился, видите, к гвардейцу, а его атакует Некрон. Он даже и не смотрел в ту сторону. И вот к чему это приводит. Гвардейца-то он прижал. Некрон сейчас его раскатает, потому что ему просто встречать нечем. Пехота-то нет. Тяжелое вооружение сейчас будет уничтожено, потому что Некрон его спокойно разбирает. Еще повезло, что засвета не было, иначе бы уже была хана. Ну, и звездок может тот же самый быстренько повязать. А он пидает свежаков, и в общем-то все, кончено. И вот, видите, бессмертная. Сейчас разберут ему всю экономику. А, воина обычная, спирит Василиск. Свежаки разнесут тяжело вооруженный отряд, и все, кончено. Да, Некрон хорошо играет. В принципе, как и надо. Но, правда, Серго выводит сервер, который может, в принципе, зажарить его пехоту. Но он опять же, видите, врубает фазовый сдвиг. И пехота становится неуязвимой. Вместе с лордом еще и, видите, кидает соляру, и быстренько сейчас зажарит бессмертными его церберов. Собственно говоря, и все. И поиграл. Но Серго строит пехотный штаб. Хочет стрелять, по всей видимости. Ну, и пехоту нанимать, потому что у него просто казарм нет. Броняк получил передышку, не понимает, наверное, что там происходит особо. Хотя, нет, все, он понимает. Поэтому поехал к космодесантнику. Поехал в тыл к космодесантнику. А, стоп, кстати, у Осипа, походу, генератор здесь стоял, я просто не заметил. Был у него 6 генов, все нормально, с генераторами было. Если он его не позже поставил. Это был скрытый генератор за точкой. Может, там пехота есть? Пехоты там нет, просто разглядывал, разглядывал броняк, чего космария на базе происходит. В принципе, он, наверное, светанул через свой генштаб, что некрон атакует. Да и всплохо здесь было видно. И все. Серго поиграл. Гвардейцы, конечно, некро встречать надо не с такими войсками. Явно. А с... большим количеством плазмы. Весь тяжелого вооружения... собственно говоря... гвардейцами. гвардейцами с плазмой. Командный отряд. Касаркины. Огрины. До... Бейнблейда. Тяжелое вооружение против некрона делает бесполезных. Я говорил, потому что он просто очень быстро разбирает теми же служаками. Серго пишет. Падла. При этом признает, что это был ГГ. Очень странные заявления. С одной стороны вроде падла, а с другой стороны и хорошая падла. Да, броняк видел, что тут произошло. Вот он просвечивает. Явно ему не понравилось это, что там некрон победил. С другой стороны ему понравилось то, что убрали гвардейца, который его долбил. Но у него остается другая проблема. Это космодесантник. И вот выходит Осип Лэнд. Одновременно, кстати, с моим выходит. Но у меня экономика была уже лучше поставлена, чем у него. У меня-то было две главки. А у него одна. Правда, он ведь тоже вторую поставил, но позже строит генераторы. То есть парень шарит, как нужно играть в этом режиме явно. Не играет он в одну атаку. Играет на перспективу. Как я и говорил, от Осипа можно ждать неприятности. Тут Хаосит бежит светить у некрона. Чтобы посмотреть, что произошло, и понимает, что у некрона второй резко. У некра была очень приличная экономика. То есть тут все хорошо. Два монолита. Проблема для него в том, что он ведь еще не готов даже поднимать монолит, потому что у него нет энергетического контура, энергетического ядра. Да, он смял массой гвардейца, но если бы сейчас я его проатаковал, скажем, у него была бы уже крышка. Но для меня некр не был приоритетной, собственно говоря, задачей. Как, в принципе, Хаос, для меня были самые большие проблемы. Это Космарь и гвардейцы. Как фракции. Ну а Космарь, как, в общем-то, достаточно неудобный игрок. Зеркальный, с которым могла эта катка растянуться надолго. Если бы у него было достаточно много респов тоже, и ресурсов. И респ у него изначально, видите, был лучше. Длинный верхний. Получается, снять. И вот, собственно говоря, я нашел себе друга. Это Хаос. Лучше бы он не пытался мне помешать снять ключевую. Разозлил только. И в итоге я начинаю атаку на него, а не на некрона. Хотя логично было бы напасть на некру, у которого было два респа, но... решил разобраться с Хаосом. Так, с более слабым. По расам потенциально. Ну, как я говорил уже в начале ролика, и вообще в целом, Хаос говно против космодесанта. Т-4. И неважно, какой у него скилл, он ничего физически сделать против космодесанта не может. То, что Т-4, Алчичи летит. Ну, экономика у него достаточно, видите, днищенская. Не все точки прокачены. Одноглавка, шесть генераторов. Ну, и Алчичи убивается элементарно. То есть он убивается серыми, убивается терминаторами ближнего боя. Тут еще, видите, не везет Хаосу вдвойне, потому что его Осип начинает атаковать. Он его сразу приметил, типа, как противника. И Хаосу в такой ситуации надо было сидеть тише воды, ниже травы. Не мешать мне забирать ключевую точку и даже всячески способствовать ее захвату, даже помогать, чтобы я его только не тронул. Он, в общем-то, полез на меня, когда уже Осип изначально на него побежал командором. Понятно было, на кого он пойдет дальше. А правда тут вот Некрон бегает туда-сюда. Я решил отъехать, чтобы его не нервировать, чтобы тут Некрона не хватало одновременно. У меня летит Алчущий, который перепрыгнул все танки и пошел ломать Орбитал Рилей. Пошел ломать Орбитал Рилей. Думал, что это классная идея. Сейчас у нас ломает и дело-то пойдет. Правда, стоит он копейки. Единственное, что потери его не дают сбрасывать Дредноуты. Аэстроя сразу выйдет в наглую. И еще один летает назад. Видит, что тут что-то не получается разобрать серых терминаторов. А нет, Осип разворачивается в другую сторону. Видит, что Хаос уже атакует. Да и, в принципе, гвардеец для него потенциально был более опасным. И очень тут сильно, видите, застрял в развитии броняк. Идет 17-ая минута, а у него еще нету даже намека на Т-4. Нет ни Лемонов, Расов, ни Бейнблейда нету. В общем, сдерживать особо нечем. Смотря. Хотя он неплохо затурелился. У него было много пехоты. Стреляет он сейсмоударами по Лендрайдеру и даже его уничтожает. Но терминатор продолжает давить. И у Осипа экономика лучше. Он строит уже третью главку, между прочим. Это даже, видите, более жирно, чем у меня. Я тут готовился к третьей главке. Уже, видите, собираю на нее, так сказать, деньги. Уже строители встали в позу. А Осипа уже строят. Вот он играет правильно. И за космаря вот таким образом выиграть вполне легко на Монталите. Редко встречу чувака, который вообще экономикой занимается здесь. серьезно. Но есть парочка, в том числе и тех, которых я учил. И иногда я их встречаю. Но в основном все играют без экономики. Все играют в одну-две атаки, проводят их потом в ГГ, и до свидания. Потому что ресурсов-то нет. Что-то там уж делось. Третья главка пошла. Становился я в атаке на Хаос. Видишь, что там Осип атаковал, но я не видел тот момент, что Осип уже приключился на Гвардейца. Хаос мог бы уже уничтожить. В принципе, все силы были готовы. Но еще тут была проблема с Некроном. Он бы вынюхивал. Рядом с моим респом бегал. Если бы я пошел полной армии на Хаос, он мог бы на меня скинуть десант и монолит. И, в общем, было бы очень плохо. Поэтому я решил Хасит оставить как прокладку между мной и Осипом, чтобы Осип его еще долбил потом. Хотя нету, смотри. Не пытаюсь пробросить. Но я не помню, бой был тысяча лет назад, какая там была мотивация, почему я не атаковал. Вот сейчас бы я не атаковал, чтобы он остался как прокладку. Мы же посмотрим и маной. Чья бы я лучше бы убрал бы Некрон, если бы играл бы. У него было два респа, и Некрон был в этом бою реально неплохой. Но откуда я знал, что в том-то бою? Для меня это был какой-то там... Как его звать? Сикитамо. Какой-то Сикитамо был. Хрен знает. Что-то за Сикитамо. И вот Осип сбрасывает десант. Уже все подготовил по-нормальному. А у Бройняка по-прежнему нету... В общем-то, ни места для расстановки... ...марсианского... ...не марсианского, ни даже Лемон... ...расов нет. Ну и что, ему разбирают главку. Сейчас он ее потеряет. Засел тяжелым вооружением. Да, он может даже уничтожить. Сейчас Лэнс. Но что толк? Теряет он главку и теряет тиры. Сейчас его добьют. Осталась только одна казарма. А, две казармы. И он уже будет уничтожен. Странный. Он тут вытворил. Двадцать первую минуту, а у него не было еще Беймблэй. Все застроил, все затурелил. В итоге сам же лишил себя места. Он строит на входе зато. Ну, а если бы у Осипа, кстати, не было бы нормальной экономики, гвардейец мог бы ее пытаться контратаковать после такого вот неудачного захода. Но так как у Осипа была экономика, он уже не мог ничего сделать. Я имею в виду гвардейца, потому что атака шла непрерывно. Да, я, наверное, видел, что просто гвардейца сносит Космарь. Там сплохи были на базе. Через центр я видел, что Осип к нему заезжает, поэтому я решил Хаос добить. Но тоже, вот с точки зрения тактики, кстати, это ошибка. Потому что сейчас я уничтожаю Хаос, а сбоку остается Некрон. Осип остается при этом один. И нам надо биться с Некроном, а он может атаковать, в принципе, любого. Да, если бы Большой сыграл, я, конечно, пошел бы на Некро, а не на Хаос. Но, с другой стороны, тут тоже, видите, была такая ситуация, потому что я уже Хаос атаковал, он явно бы попер на меня. Если бы атаковал бы Некро, то оказался бы между двоими. Тогда это тоже не очень прикольная, так сказать, идея. Но, опять же, с другой стороны, Хаос бы остался против 100% Осипа. Потому что Осип бы его должен был уничтожить, прежде чем пройти дальше. А это время, как минимум. А Бройняк отбился. Строит главку. Строит он ее, конечно, да. Надо было ему сюда куда-то ее совать. Некр не атакует особо. Копь силы. Застраивается, Монолит поднимает. Все, турельми застроил. Три Моника. Что у него там с ресурсами-то было? Ну, Ресв, кстати, у него не так уж и много было свободных. Он тут все опустил в дело. У Бройняка почти энергии нет и мало влияния. У Осипа 213, 152 прироста, но влияния тоже практически нет. Хаоса ничего нет. Но у меня энергия есть. Да, у меня была лучшая экономика. Но влияния тоже мало. Все уходил в апгрейды. Строительство. Энергия была. Столько бы некру бы, энергии бы. Начинаю додавливать хаос. Пока я его просто закрыл. Но я говорю, смять его, это отличная затея, но Некрон-то был рядом со мной, и он явно пошел бы на меня, а не на Осипа, который был там через Реск. С точки зрения тактики, это ошибка. То есть я сейчас бы откалывал, конечно, Некрон, а этого бы оставил. Как мясо против Осипа. тогда я впал в боевой раш, походу, и решил сухи добить. В угоду здравому смыслу. Все, пишет ГГ, броняк, и его все-таки добивают. Понятно было, что он уже не отстроится, если он изначально не мог сдержать, то тут его Космарь дожмет с третьей атаки. Да, и ЗА выходит. В общем-то... Некрон уже внаглый начинает ведь перед моей базой строить Туру, то есть понятно, кого он собрался атаковать. Но изначально он в атаку не пошел, два на одного. Кстати, тоже характеризует уверенного пацана в себе, что он не хотел, как крыса вдвоем одного прессовать, воевать. Хотел один на один. В итоге Осип атакует его, тоже совершает тактический просчет. Зачем? То есть, с другой стороны, он хотел респонд завладеть. Но логично было подождать, пока мы разберемся и смять победителя, накопить силы. Либо атаковать по ситуации. Ох, допустим, побеждает. В итоге он куда-то попер лендрайдером, и сейчас он просто сольет. А он поехал. Мне кажется, он светануть хотел. Хотя с другой стороны, у него терминаторы неплохо светили. Эти вообще стоят, не стреляют почему-то. Не ясно, что происходит. Они у него были на зеленой руке, на стоп-сигнале. А я вот сейчас вот отключил их. И при том, видите, он не стал Осифа атаковать, он смещается в мою сторону. Просто минимально сюда притащил войска, которые необходимы для уничтожения. Стальными подкрался ко мне. Понимая прекрасно, что у меня сейчас там тоже два респа, и у нас с ним смежные респы. Поэтому так и так мы с ним столкнемся. Сикитаму. Я его, кстати, после этого боя тоже ни разу не видел. Твинк, скорее всего, какой-то. Который, как и я, любит Ники менять. Ну, я-то меняю их по производственной необходимости, а он просто может любит каждый раз под новым Сикимото, Сикатому, Оригами и прочими японскими японскими никами. Любитель аниме, может быть, очередной. Аниме это, мы знаем, круто. Отступает Осип назад. Выстраивает здесь турелями все дело. По-прежнему у него три главки. У меня уже четвертая строится. потихоньку захватывается респу хаоса. Некро атакует Бройняка, но атакует ложным монолитом. Ой, Бройняка атакует Осифа, он, короче, Бройняк, он уже не атакует, он уже отыграл в ГГ. Вот Вихрь напрягал Некро постоянно. Я смещаюсь к его базе. Тоже была в принципе ошибка, но в тот момент я не видел, что Осип уже с ним воевал. Да и Некрон бы вряд ли на него пошел, он же не дурак, ведь он не стал преследовать Осипа и откатился сразу в мою сторону. Он отбил атаку, но дальше не пошел. Надо было просто подождать, подождать атаки Некрона, но на него не лезть. Ну, я думаю, там уж какой-то Леша сидит, чай по-быстренькому. Накрячу, заберу третий резку, потом там с Осипом разберемся. Но нет, тут-то было. Это еще только где-то половина боя. Лэнд ты не можешь стрелять, в отличие от Монолита, который через гору наяривает. Он даже поверх горы можно сказать настреливает. И видите, его Гаус простреливает насквозь, а у Лэнда простреливает только тяжелый болтер на крыше, лазерный там, естественно, тоже. Я просто вставляю здесь в качестве принимателей дамага, в качестве таких дотов, чтобы за них кто-то стрелял. Ну, Лэнд стреляет хотя бы главной пушкой, но его очень быстро разбирают. Можно сделать обычные хищники без лазерных пушек, автопушки простреливают в гору. Напринимал, но отъехать и не успел. А Осип опять готовится отковать Некрона, он хотел на третий рест забрать. Решил, что с космарем сложнее будет, чем с Некром за третий рест потягаться. Тем более, у нас вообще контакта не было как такового, поэтому решил, раз уже на Некра начал давить, значит, будет давить дальше. Да, и орбитальный удар. Не может толком стрелять пехота, видите, потому что разбрасывается монолит. Начинаю атаку в этот момент Осип продолжает расстреливать Некрона через гору, но особо так не едет. Акцентированно вяло-лениво его расстреливают. Трансформация лжеца, наверное, да, сейчас будет пытаться украсть кого-то. там ничего не получается, и еще я буду телепортировать скорее всего пехоту, а хотя может и нет. Учитывая сколько здесь моей пехоты довольно была амбициозной затея, но он сбрасывает свежаков, пытается зажать что его войска там перебьют. Он решил просто давить полномерно, прикрывая Моник. И вот тактика с вежаками дает свои плоды, несколько отрядов зажаты. Прорваться он с вами пока не может и более того еще и достает до Ландрайдера. Да, оси перепрыгивает и начинает видите под шумок тут пытаться уникрона забрать респ. Но для некра это особой проблемы не доставляет, у него все равно полный лимит. Сейчас пока и максимальный скорст производства. Ему больше точки не нужны были. Кром закрепился у реликта и пытается прорваться. Более того, он захватил еще и вихрь. А я естественно решил ему не дать его увезти. не хватало чтобы по мне мой же вихрь стрелял. Респ застраивается у хаоса потихоньку. Начинается контр-атака и некрона вступает. Оси с другой стороны атакует. Вот сейчас у некрона уже будет неполный лимит, когда он потеряет эти точки по технике. По технике. Осип в джентльмена не стал играть с удачей. Решил на трех респах подождать последнего. Микрон не сдается. Тряет засвет по своим же. Рука дернулась потому что в общем-то не засветил моих все равно. не хватало влияния почти на пределе у некрона я думаю все на пределе было с энергией. Хотя нет смотрю он накопил 4800 у него ресурсы были. Осип 3400 292 прирост 209 6100 по энергии. У меня энергии было в 2 раза больше у него прирост по влиянию был больше. Да и по энергии но у меня был запас больше. Если бы он сейчас пошел на вот эту сторону то я так же как и некрон не смог бы ее оборонять потому что нам пришлось бы с ним биться вдвоем если бы некр не одумался и не напал бы на космо у него было бы уже 4 респа мы бы оставились на одном каждый носик продолжает атаковать но некр оказался ведь очень упертым и попал он под перекрестный огонь сразу с двух сторон гоняет он Осипа конкретно конечно не повезло он был рядом со мной на респе и мне пришлось его отковать потому что он был соседом а Осип на него полез просто просто потому что захотел уничтожить опять же видите он не дает всей армии он так через десанты накидывает туда терминаторов лендом не дают через центр пехоты тоже особо не дают перепрыгиваю но тут уже дух тут как тут пытается повязать терминаторов правда сейчас его там застрелят и кидает свежаков перекидываю галайдеров чтоб расстрелять у него всю пехоту можно быстрее но тут уже полно антитеха плюс еще и засвечивает свои чудесные турельки да осип с другой стороны тоже настреливает терминаторами строит четвертую уже даже пятую главку сики тамо пишут два на одного а осип он пишет добро пожаловать в фа да вот он уже более массирован десант сбросил но не кровить спил на всю пехоту и не дает ему толком стрелять секретамо пишет кака ваша фа но для нудов он пишет окей типа выглядит это как как стандартная отмазка как только тебя сливают сразу для нубов до этого для отцов на какой ты хер зашел сюда спрашивается чтобы сообщить всему миру что оно для нубов ну тогда ты один из них можно тебя с этим поздравить к сики тамо ты же играешь в этом бою правильно значит ты нуб все фу нуб слился спалился он пишет я из спарты парни и имел душу геи может быть и имел ввиду так что так что мы с царем леонидом сражаемся на самом деле с его реинкарнацией в этом бою и все было хорошо если бы не одно но осип остановился термосы у него не пополняются впрочем у него был третий респ все вроде застроено все неплохо потом произошло что-то странное все остановились я решил получше застроить респ под осипа на всякий случай хотя некра можно было и подсмять сейчас у него по сути ничего особо и не было а вот что происходит видите происходит вылет у осипа и это странно то есть у него термосы не пополнялись около минуты то есть если он завис то что-то он больно долго висел может быть ему куда-то надо было срочно уходить но в итоге короче это был вылет и он сразу не вышел походу все-таки это был краш написали что он покинул груз спустя пару десятков секунд и остается один некрон в принципе опасность той стороны полностью была нивелирована и некр сразу переползает со своим строителем начинает захват моментально на втором респе для увеличения лимита да вот видите секунд через 45 50 после этого вышел это все-таки был вылет если бы он ну если бы он делитал здание то это было бы дольше гораздо было бы видно зданий было полно если бы он вышел то он вышел бы тоже сразу моментально а здесь ведь не сообщили что одновременно с его уничтожением ну то есть вот очередной глюк баг коннект серверов или его интернета в последних боях которые были почти везде фигурировали вылеты но как я говорил они в фахах очень часто случаются то что я еще показываю их мало потому что в бои где в самом начале вылетают я сразу выхожу из них смысл проводить там когда осталось 5 человек и у одного из них сразу 2 респа будет ну бессмысленно причем это кто-то у кого 2 респа окажется могу быть и вылетов да хрена то есть больше 50% боев постоянно вылетает крошится выходит и не так просто фа провести многие думают стим не элитные серваки выделяет для соулов с таким онлайн каждый файтер же подраня в плане того что его хотя бы провести не то что хороший будет фа там выбить напрыгиваю на некрона сразу ему опрокидываю монолит это был настоящий у него остался ложный забагованный и в общем-то все практически готово казалось бы но он сбрасывает свежаков и вся пехота была именно свежих начинается бегать не аспейсмаринов потому что естественно свежие перерубают сынов императоров в ближнем бою да они могут драться не тау но извините меня у свежаков два раза хп больше урон в два там три раза выше чем у них в ближнем бою еще и кидает своего лжеца завладеть пехотой некор захватить то захватил видите но не застроил точку сейчас у него не хватает лимита уже и по пехоте тоже потому что он играет на трех только застроенных еще и монолит настоящий поднятый но ресурсы у него там стремительно сокращаются а у меня между прочим кстати я не сказал бы что дохрена было запас по влиянию пока не забираю риск иосифа сыграю на том что есть но я думаю сейчас там по-быстренькому его прикончу а вот не получается по-быстренькому по-быстренькому не по-медленненькому потому что он тут опять затурелился и в общем-то закрылся монолитом бессмертными и в общем даже не дало турель разобрать в итоге лордом тянет время срежьяки почти уничтожено на правом фланге на левом все еще тут несколько пачек сражается но они дешевые кстати еще поэтому для некрона свежих кидать это одно из спасений против космодесанта ну как спасение время тянуть только и потому что серьезного урона они космо не нанесут против Тао они более эффективны против космо менее тут еще и снайперы ведь могут легко стрелять да те же ленд спайдеры галайдеры он пытается пытается застроить точки пытается давить пытается доминировать и вот тут он уже захватил и более того он застроил включив свой максимальный лимит причем там с ресурсами видите влияние все меньше и меньше становится 2300 уже с 3000 вывалился у него еще 2900 энергии 197 прирост судя по всему он тут гены перестраивает видите постепенно то есть он уничтожает выработавшую энергию и ставит уже новые судя по тому что у него все зеленые старые были больше все красные тем не менее я его поддавливаю постепенно если бы Осип не вылетел конечно ситуация была бы гораздо хуже непонятно чем закончилось что Осип давил на Некро я думаю что он продолжал бы на него давить в итоге мы его с двух сторон бы уничтожили и Осип оказалось на тот момент три респа а у меня два и за третий а для Осипа четвертый пришлось бы уже бороться по экономиках по экономике у него все было делал лучше у него было больше ресурсов и у него были чуть лучше приросты поэтому чем бы там все это завершилось хрен его знает но так Некр остался один естественно ему было не вырваться какой он там из Спарты бы из Македонии бы не был из древнего Египта против космаря ему не вырваться моего было это был нонсенс то есть я Некру здесь на Т4 не проиграю за космо ни в каком состоянии тяжелого алкогольного опьянения я никогда не бываю но если бы был то все равно бы не проиграл это лишь был вопрос времени когда я его там расхреначиваю затурелившуюся базу сбрею монолит и в общем-то контратак снесу и когда у него закончат ресурсы но ресурсы у него не собирались заканчиваться он их очень грамотно использует в основном тратит только на свежаков пока он там ими тянет время на базе строит турели то есть закрыться и не дать пройти дальше Некр как и Хаос это не та раса которая на Т4 что-то может косморью сделать на Морталисе конкретно на других картах там зависит экономика у космос вначале Некрон может на Т2 навредить на Т3 но на Т4 если у космос есть ресурсы то у Некрона никаких шансов нет ну если космос опять же знает куда их использовать Некр Дарк сестра пожалуй даже наверное Тао в большинстве случаев против космос сделать ничего не мог перед Арток при очень хорошей экономике опасно опасно в основном только ну теоретически Орк при очень сильной экономике ну при нескольких респах широко стоит Льдар Орк Гвардеец Космарь для космос опасно остальные это Шняга бесполезно ну и то Гвардеец если выманить с базы где он там обычно сидит затурелившись то его очень легко на контратаке подловить уничтожить ему уничтожить ему Бейн Блейд уничтожить ему Лемона убить Касаркин Фогринов и все он считается с голой жопой дальше быстро терминаторов перекидывать к нему на основную базу там где у него Марсианский стоит сбриваете его сбриваете ему в заводы и он солился уже никого не успев вывести Космарь даже более опасный чем Гвардеец хороший Космарь который останется против вас Зеркальника там уже будет зависеть от ошибки когда кто-то ошибется один раз кардинально кто-то проиграет ну а ведь Некрон продолжает тянуть время он кидает Снежаков на базу к нему не пройти тут стоит батарея с турилей куча всяких уничтожителей разных разномастных и настоящий монолит он перекидывает в тыл пытается сломать экономику с бессмертными и тянет время в проходе с вежаками в этот момент я вижу бессмертных чтобы они не стреляли но монолит продолжает раздавать не очень упозданием бьет сильно но стопа пехоте хорошо раскидывается так что Осип можно сказать этот бой испортил испортил концовку я планировал против него воевать но этот долбанный вылет все испоганил но зато с некроном получается неплохая концовка но она естественно более хреновская чем могла быть косморем у которого был 3 спа второй тысяча запас по ресам остался приходится застраивать уже респ ведь у усифа и респ застраиваю сергу 312 прирост и даже с таким приростом все равно влияние нифига не набирается большие потери очень много уходит на строительство но тут не только по потерям ведь пришлось точки застраивать пришлось апгрейдить все влияние да потом они его отбивают но сейчас оно уже тратится повторяюсь я был уверен что сейчас разнесу и поэтому захватывал это для гарантии этого сноса не дать некрону захватить мы видим что чувак за некров как минимум шарит и зачем ему давать лишние респы кто-то там в комментах писал ну вот хороший некр бы крестоносцу конечно бы навалял а вот там с нубосами он с какими-то играет вот нубосов то он да там крячит как нубосов вот вам хороший некр и результат в общем пример такой что чуть дольше чем с нехорошей некр вам из спарты прямиком не просто откуда-то там с помойки а из спарты самой из древности 330 прирост и всего 500 осталось влияние это очень странная картина на самом деле для такого прироста теряет монолит монолит опять ложный настоящий вот у него тут походу на базе уже висит то есть он мне по базе пострелял и улетел точки сломал и довольный понесся но у меня все опять влияние уходит на грейды на строительство главки в общем на строительство самих точек 365 прирост почти максимально и сейчас в любом случае все пойдет вверх как только я закончу с апгрейдами да он монолит пробрасывает вперед но что толк он только уже подставляет потому что его сзади держать было бесполезно иначе разбирались тогда его точки турили и прочее добро да до конца остается а ничего не остается он выходит он выходит и 50 минут 39 секунд потребовалось чтобы победить он слил монолит у него кончились войска и скорее всего экономика тоже но бился он отчаянно хотя против спейсмарины это все равно бесполезно и так и пришлось заканчивать там с 250 влиянием в концовке так и не удалось накопить какой-то запас 3675 я набираю по армии суммарно 1940 некрон 1955 осип сикитаму 1940 30 330 набирает 265 бройняк сергу 270 563 я уничтожил 442 сикитаму осип 141 62 бройняк сергу 44 415 я потерял юнитов 540 сикитаму 116 осип 133 з 95 бройняк 25 сергу 27 зданий я уничтожил 17 сикитаму 40 осип но он там гвардейца конечно зданий поломал на базе довольно много частично уникрон сломал за счет этого такой шикарный результат за одно здание бройняк 0 3 сергу 10 зданий потерял 39 китаму 0 осип что доказывает что он ну по крайней мере их не дропал что это был вылет 5 з 26 бройняк вот он бройняк 26 зданий в общем то избрил 8 сергу 462 юниты я создал 430 сикитаму 166 осип 137 з 112 бройняк и 28 сергу 113 111 по ресурсам было у меня 93 400 сикитаму к видите он тоже неплохо набрал и некра это прилично относительно косморио у которого было 2 респа около половины боя и 5 генштабов с генераторами 73 с половиной осип да если бы он не вылетел у нас примерно бы с ним экономика была одинаковая если бы некра бы мы завалили с двух сторон ничего другого не оставалось потому что осип его атаковал мне надо было от него избавляться в любом случае что мне на осип что лети в этот момент некрон бы просто бы напал бы на меня и все осип с другой стороны пришлось бы некра бы дожать и потом бы мы с ним уже разбирались бы в концовке вот это было бы долго наш бой растянулся часа бы еще бы на полтора пока бы у кого-то ресурсы не кончились или кто-то не совершил бы ошибку 27 800 набирает з 23 400 набирает броняк 8800 сергу 5000 технологиям был у меня 2,5 сики таму 1500 оси 1300 з 750 броняк и 70 сергу общий счет 121 800 у меня 97 900 сики таму 77 100 оси 29,5 з броняк 24,5 и сергу 9,2 200 50 минут 39 секунд шел бой как я и говорил в принципе сражение было нормальное но могло быть и лучше если бы не вылетел осев надеюсь вам понравилось если да не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны вступайте в группу пока оставляйте свои комментарии на сегодня все с вами был крестоносец всем удачи пока пока пока